Девушки отдыхают Так вот, мы знакомились с немецкими романтиками и следующие, но в очереди у нас романтики англиц. Заходите. Тут, я думаю, общекультурная ситуация похожа на то, что... Здесь еще три человека садили. Там мокро будет. Ну, не надо мне раздаться немножко. Так вот, немецкий романтизм более всего известен как романтизм литературный и в первую очередь словесный, и затем, безусловно, музыка. Это поразительное богатство романтической и позднеромантической музыки, которую подарила Германия, начиная от позднего Бетховена, от Шуберта и до Брамса и Вагнера. Что касается Англии, то Англия музыкой похвастать не может, но, конечно, когда мы думаем об английском романтизме, то это прежде всего, опять-таки, искусство слова. Потому что знаковыми фигурами для английского романтизма были, конечно, Вальтер Скотт, сегодня немножко подзабытый, и Байрон. С Вальтер Скоттом вообще произошла очень любопытная история, ведь в свое время, в первой половине, в первой половине 19 века Вальтер Скотта ценили невероятно высоко. Сегодня он считается, скорее, эпидемиологическим чтением, если его вообще кто-нибудь читает. Но если бы мы заглянули в литературную критику первой половины 19 века, то мы бы увидели, что Вальтер Скотт был просто эталоном литературного совершенства и прогресса. И никто иной, такой проницательный, яркий критик, как, скажем, Белинский, писал, что у русской литературы замечательные достижения. Она сейчас переживает свой рассвет, но до Вальтера Скотта нам еще что-то будет. Это такие подвижки вкуса. И, в общем, конечно, на слуху английской романтики в литературе и гораздо меньше английской романтики в изобразительных искусствах, точнее сказать, в жизни. Тем более, что английский романтизм тоже очень своеобразен. Каждый романтизм по-своему, я пытался показать уже на сопоставлении французских живописцев романтики и немецких, английский добавляет еще одну грань. Собственно, можно было бы сказать, что разнообразие, непохожесть – это, собственно, один из принципов самого романтического движения. Это заложено в его природе. Так вот, английские романтики – это несколько блистательных фигур, которые значительно каждая по-своему, и я хочу вас сегодня с ними познакомить. Картина, которая сегодня на экране, уже в этом углу и на этом экране фигурировала. Погасите, пожалуйста. Сейчас, немножко я ее сейчас фокусирую. Помните, я ее однажды показал. Если я сегодня к ней возвращаюсь, то не только потому, что повторение мать лечения, а еще и потому, что я ее показывал как завершение, как бы, английской живописи 18 века в одной ипостасии, в одной функции. А сейчас я показываю ее как английский проторомантизм. Вот как бы, вот такой порог. Это художник, который вообще-то не англичанин, а швейцарец. В Швейцарии, где он родился и вырос, он был в Фюзерии, а в Англии он стал в Фюзерии. Ну, неважно, он немножко поменял свою фамилию, но поскольку вся его зрелая художественная деятельность, развертываясь именно в Англии, мы вписывали его в контекст английского искусства. Действительно, он вписался в контекст английского искусства, вписался в английское общество. Очень многое впитывал из английской художественной традиции. И вместе с тем сам по себе. Вот те фантастические картины, которые снискали ему славу, и которые сегодня являются крестоматильными, они как раз и делают Фюзерии, как бы, предшественником романтического движения в Англии. Но это, пожалуй, самая знаменитая его картина «Ночной кошмар». Я не буду ее подробно разбирать, потому что мы уже об этом говорили. Я хочу напомнить, что Фюзерии очень интересно вводит в английское искусство тему фантастическую, визионарную, эротическую, все вместе. Конечно, этот «Ночной кошмар» на грудь этой спящей девицы, с запрокинутой головой, как бы, садится и давит ужасное чудовище в то время, как из глубины оттуда из какой-то занавески. К сожалению, репродукция была немножко темновата. И не поглядывает лошадиная морда со светящимися глазами. Это очень страшно. Слово «кошмар» связано с какого-то? Слово «кошмар» вы имеете в виду акустический? Да, вы начинаете начинать в ковру? Нет, ни в ковру. Хотя, там буквы «К» фигурируют, кроме того, не надо забывать, что это все по-английски. Как я про-английский говорю? Nightmare. А, Nightmare. На этом он играет, да. По-русски это никак не улавливается. На этом он играет, безусловно. Но, в общем, это нечто принципиально новое по отношению к английской традиции, какой мы ее помним. Тем более, что во второй половине 18 века, если вы вспоминаете, в английской живописи доминировали блистательные портретисты, в первую очередь. Помните, это Гейсборо, это Рейнольдс, которого сегодня еще придется упомянуть, это Генри Рога. Затем, пейзажисты, немножко жанровые живописи. Если говорить о том, какие вкусы господствуют, то это поздний классицизм и реалистические мотивы, и рога-коп. Но вот такого там нету. Этот швейцарец приносит, вносит свою ноту, и самое время, потому что эта тематика, и эти сюжеты вполне отвечают романтическому настрою. Вот еще одна картина Элла Фюссри. Она прямо по Шекспиру. Вот это его фантазия, как вы узнаете, это по мотивам сна в летнюю ночь. Вот, а такая вещь, скажем, достаточно вольная для своего времени, она, к тому же, еще представляет очень занятные вариации на тему задания Тициана. У Тициана есть знаменитая картина «Лежащая Венера». Только за музыкальным инструментом сидит молодой человек, который оглядывается на богиню. А здесь это не «Лежащая Венера», это просто музыцирование, но, безусловно, это игра с классической Тицианомской картиной. Фюсли или Фюзели, назовите его так или иначе, это все равно, оказался одним из покровителей, друзей и покровителей другого романтика, о котором я буду сейчас говорить уже более подробно. Этот второй романтик или первый демонстрирует гетерогенность, многогранность, многоприродность романтизма лучше очень много. Он действительно редкостный аутсайдер, художник, который сам по себе, который ни на что и ни на кого не похож, и который остается вот такой одинокой фигурой, неоцененной современниками, что входит тоже, если угодно, в комплекс романтического гения. Художник, которого мы больше знаем как поэта, потому что вообще личность многогранная, человек многогранно одарённый и многогранно себя выражавший как в слове, так и в визуальном образе. Мы знаем его больше как поэта, его звали Уильям Блейк. И в наше поколение, начиная с переводов Маршака, Блейка запомнил навсегда как поэта. Тем не менее, он по образованию художника, а то, что он ещё и поэт и философ, ну, это уже так сложилась судьба, и так природа собиралась. Блейк родился в семье Лавочника, ничего особенного, но в многодетной семье в Лондоне. Но надо сказать, что его отец в общем с большим пониманием как-то и чуткостью относился к необычному мальчику. Потому что очень тонкая нервная организация, необычайная впечатлительность отличали, насколько мы знаем, отличали Уильяма Блейка с самого детства. Ну, а из чётко выраженных стремлений мальчика самое главное было всё-таки то, что он рисовал. И поэтому отец его не посылал в школу, он получил домашнее образование, образовывался всю жизнь и был очень образован, надо сказать. Кроме того, что он перечитал огромное количество литературы и помню её и знал, он ещё и знал древние и новые языки, он знал латынь, он знал древнегреческий, он знал даже иврит, не считая некоторых современных языков. И, конечно, знание этих языков открывало ему представительные перспективы в смысле самого разнообразного чтения. Но папа понял, что мальчика надо учить рисунку и он всё-таки лавочник, торговец. И поэтому он хочет ему дать в руки надёжную специальность, ту, которую я колью. Забегая вперёд, скажу, что сыт Блейк никогда нет, несмотря на то, что этой специальностью обладел. Я имею в виду специальность гравюра. Гравирование это надёжная работа. Это мастерство, это умение, которое всегда обеспечивает заказы на иллюстрации. Фотографических иллюстраций нет, митографических иллюстраций ещё тоже нет, в 18 веке. И гравирование является единственным способом репродуцирования и распространения вообще визуальных образов. Как в художественных, так и в нехудожественных изданиях. В технических, научных и так далее. и везде нужно нужен вот этот отпечаток с доски для того, чтобы получить театр. Есть один эпизод, связанный с отдачей Лейка в обучение, который я не могу миновать, потому что уж очень выигрышный. И был грех его попростить. А именно, папа его привёл к известному в то время мастеру гравирования, гравёру, чтобы отдать в обучение. И маленький ещё, в сущности, мальчик Блейк сказал, я его не хочу. У него лицо висенника. Ну и папа послушался его, не отдал его никакому человеку в обучение. Через 12 лет его повесили. Я имею в виду потенциально не учиться. Его повесили за преступление. Ну тогда жестоко, надо сказать, каралось. Сегодня за это смертная казнь не полагается. А он подделывал деньги и государственные документы. и плохо врачи. Во всяком случае, это говорит о какой-то удивительной интуиции Юнина Блейка. Вот. И он попал в обучение другому мастеру, известному в это время лондонскому гравюру, у которого он учился несколько лет. И получил полную порцию гравировального искусства. Он знал все эти техники. Причем период его обучение делится как бы на две части. Первое обучение в мастерской, где он овладевал не только искусством рисования, но и всеми техниками работы с доской, а затем возможно ввиду конфликта, который у него сложился с одним из подмастерьев, учитель хотел как-то это развести, он послал Блейка в Вестминцевское аббатство свисовывать старые статуи, старые украшения, декор над гробой. Там Блейк погружается в такую готическую атмосферу, которая потом сказалась в его творчестве. Так или иначе, обучение заканчивается, это уже двадцатилетний молодой человек, даже несколько старше. Вот пора строить собственную жизнь. Но тут вмешивается еще и некая романическая история, Блейк влюбляется в некую девушку, что вполне естественно в его возрасте. И эта девушка, когда Блейк в конце концов сообщает ей о своих матримониарных идеях, дает ему отворот поворот. Она его не хотела. И Блейк необычайно остро переживал это свое поражение. Он даже уезжает из Лондона на некоторое время в пригород, где он снимает комнату у местного жителя, ибо там находится беже. Это легенда о том, как Блейк Женинсон многократно рассказывает и я тоже ее не принял пересказать. А рассказываю и так, что когда Блейк сидел в недавно, приехавший недавно, сидел и беседовал с хозяином дома, в комнату вошла его дочь, которую звали Катерина. И она увидела этого молодого человека с огненно-рыжей копной волос и поняла, что это ее судьба сидит. Она подсела к нему, начался разговор и о чем с ней говорил Блейк? Она говорил с ней о том, как его отвергла его выставка. «Возможно, он больше ни о чем не мог говорить, он действительно очень острый и желает эту драму». И вот Блейк ей рассказывает все это и тогда Катерина говорит, «Мне вас так жаль, я вам так сочувствую». «Она его замут и полюбила». «Совершенно справедливо». А Блейк говорит, «Вам действительно меня жаль?» Она говорит, «Да, действительно». «Тогда я вас люблю, будьте моей женой». И Катерина стала его женой на всю жизнь. И очень близким ему человеком. Катерина была неграмотная девушка. И когда они обвенчались, то Катерина подписалась к Кристу. Это при Блейк. Тем не менее, это был в общем счастливый брак. Причем Блейк взялся за образование своей жены. Но то, что он научил читать и писать, само собой разжавеется. Ну и понимать, что она читает. А кроме того, она очень гравировальному делу, и она стала его верной, умной, дельной помощницей во всех его художественных должностях. Вот затем уже с этой Катериной они начинают строить лондонскую жизнь. Блейк снимает дом и открывает собственную гравировальную мастерскую, в которой ему помогает его младший очень любимый брат Роберт. Роберт. Но в общем быть успешным художником, который держит свою мастерскую, Блейку не было суждено. И брат умер. Блейк очень тяжело переживал по утрату. И вообще дела не очень заладились. А кроме того, Блейк еще писал стихи, розы. и все это вместе как-то изливалось из этого пения. И стихи эти не особенно кто понимал. Но к счастью, Блейк вошел в круг лондонских художников и образованных людей, интеллектуалов, которые его понимали, ценили и поддерживали всю жизнь. Потому что Блейк никогда не стоял точно экономически на чем не получается. Тем не менее он должен был выговориться. И вот он начинает писать и публиковать сам себя. Потому что других публикаторов собственно говоря и нет. Он изобретает особый способ я думаю что можно пока зажечь свет и дать этому слайду отдохнуть неприлично но так вот блейк пишет стихи эти стихи надо напечатать и тогда он выдумывает способ как самому печатать свои стихи вместе с иллюстрацией. это собственный блейковский способ гравюры не похожий на то что чему его учили и что традиционно составляет вообще гравюра на металле. Я когда-то рассказывал как делается гравюра на металле и как она печатается не буду повторять все кроме одного это так называемая гравюра глубокой печати где рисунок тем или иным способом углублен в металлическую доску в полированную поверхность потом это все процарапывается продирается или травится кислотой так что рисунок получается углубленным затем эти углубления это штрихи дырочки и так далее в них набивают краску и под прессом на влажной бумаге получают отпечаток и печатают сколько надо Блейк делает нечто противоположное а именно он рисунок наносит кислотоупорным составом а потом сует пластинку в кислоту и то что он нарисовал торчит вверх так что штрих и все это печатается так отпечатается скажем гравюра на дереве вот гравюра на дереве делается так это высокая печаль мало этого собственно говоря то что он печатает это очерк это рисунок а затем от руки его Екатерина это раскрашивается уже каждый отпечаток один так что это необычайно трудоемкая техника но она позволяла ему сразу делать на доске текст стихотворения потом покажу как выглядит этот печаток текст стихотворения значит и картинка они все составляли единое целое страницу и вот эти страницы он сам печатал а потом на печатной странице сам сшивал а потом он пытался это продавать ну во-первых тираж большой все-таки невозможно было сделать потому что это очень трудоемкая работа ну и к тому же еще это уже дополнительно металлическая доска деформируется изнашивается в печати короче говоря это были небольшие тиражи сегодня эти первые издания стихотворений Блейка это вообще фантастическая ценность кроме того часть погибла о чем я скажу дальше но так или иначе его первое стихотворение выходит затем выходят ныне знаменитые песни невинности это его первый комплекс такой продуманный и целостное собрание стихотворений а затем следуют и прозаические вещи и новые поэтические сборники причем с самого начала оказывается что Блейк не просто поэт а что Блейк поэт-философ поэт-философ поэт-религиозный мыслитель мыслитель поэт-визионер это чрезвычайно сложный психологический и интеллектуальный комплекс то что выражается в его творчестве иногда он получает заказы редко эти заказы его увлекают Библию он инвестировал сам по собственному желанию то есть выбирал необходимые для него и для его религиозной философии образы а как раз в последние годы жизни он получил скажем заказ на иллюстрации к Данде который он не успел закончить рассказывает что в день когда он покинул этот мир он еще рисовал и делал очередную иллюстрацию заканчивая но в общем повторяю никакого успеха он не имел его идеи философско-религиозные идеи выглядели совершеннейшей ереси и это надо сказать плохо кончилось для нас с вами потому что когда Блейк скончался это произошло уже в 1827 году то все осталось Катерине детей у них не было они были бездетки все осталось Катерине которая конечно хранила все наследие Блейка как святыню но Екатерина была не вечно она умерла в 1932 году спустя 5 лет после смерти мужа и вот тогда все это наследие Блейковское забрал себе один из его как бы единомышленников и учеников малоизвестный художник он и скульптурой занимался и живописью занимался и был как бы последователь Блейка но в то же время это был чрезвычайно ортодоксально верующий человек фанатик просто фундаменталист как мы теперь это называем и он стал уничтожать те сочинения Блейка которые ему представлялись с еретическим причем сочинение это значит и тексты и рисунки потому что это все взаимосвязано это часто одной вот такой вот единый организм так что из-за этого фанатика религиозного к сожалению часть наследия Блейка погибла а остальное пребывало в общем в некой полутьме забвения пока во второй половине только века Блейка стали вспоминать и как поэта и как художника а исследовать его по-настоящему начали только в 20 веке в нем все самобытно как мы сейчас увидим и его идеи и его религиозно-философские идеи и его стилистика то как он рисовал что он изображал и главное как он изображал все это настолько неповторимо что человек который однажды видел акварели гуаши или отпечатки Блейка уже другой раз не может не узнать это совершенно индивидуально стилистика его своеобразно с одной стороны с другой стороны она получила отклик гораздо позже отчасти в стилистике стиля модерн который сложился на рубеже 19-го и 20-го века отчасти поэтому вспомнили про Блейка у которого вот такие вот текучие плавные контурные линии охватывающие форму они как раз как бы готовили стилистику модерн давайте посмотрим как это выглядит а заодно уже и поговорим о некоторых его мыслях это страничка песен невинности раннего сборника стихов Блейка вот так он это делал это все награвировано текст который торчал напечатан и вот такой вот декоративный рисунок вместе со сценой который образует даже визуально единое целое с текстом как видите Блейк не мыслит картинку отдельно иллюстрация отдельно и текст отдельно а он мыслит целостной страницы которую организует орнаментально и вместе с тем включает сюда нужный его сюжет возможно что такому решению способствовала не столько культура книги 18 века как правило 18-летняя книга выглядела иначе а гораздо более древние ассоциации в особенности я имею ввиду готические рукописные книги которые украшались миниатюрами и декором так что вся страница составляла вот такое некое декоративное текстуальное цель конечно здесь нету готических мотивов но самый принцип организации печатного листа который напоминает рукопись хотя награвирована сначала написано рукой на доске она перекликается с средневековыми книгами рукописными и надо сказать что от этих идей плейка тянется нити как в прошлое откуда пришло так и в будущее потому что вот такая вот концепция целостной страницы целостной книги как единого художественного организма она снова воскреснет в конце 19 века у причастенников модерна и получит полное развитие полное звучание как раз в искусстве этого стиля рубежа 19 и 20 века ну а это уже самостоятельная картина блейка на библейский сюжет этого у него много причем некоторые из этих рисунков некоторые из этих его картин воспроизводят какие-то определенные сюжеты священного писания а некоторые выражают не только изображают некий момент но и выражают определенную религиозную философию блейка как именно религиозного мыслителя чрезвычайно самобытную своеобразность вы понимаете это сотворение Адам сотворение человек вот это крылатый старик это творец но уже сама идея изобразить творца крылатым невиданно сколько бы мы не искали в прошлом изображении сотворения Адама Евы неважно вообще никогда творец не был представлен в таком фантастическом виде это особая идея блейка причем причем этот образ как бы двоится дело в том что блейк в своем воображении создавал как бы параллельную библию которая населял даже вымышли наделял этих персонажей которые двойники библейские главные персонажи он их наделял даже другими которые он сам придумал так что если знать тексты блейка то этот образ творца как бы творится но тем не менее он родом конечно из библии из ветхого завета из книги бытия и творит он адама как сказано в первых строках творит его из праха земной но кроме того здесь есть еще одна интересная особенность вот этот лежащий еще не живой еще не удухотворенный адам который как бы образуется на наших глазах из мертвой материи он еще захвачит змею двойственная природа сотворенного Богом человека таким образом символизируется надо сказать что по поводу того что представляет собой человек Блейк иногда высказывал чрезвычайно еретические мысли которые расходились с ортодоксией радикально я позволю себе прочесть перевод одного стихотворения его это из зрелого сборника песни опыта причем честно сказать не честно все равно Блейк не решился включить в сбор это стихотворение осталось но в здании песен опыта не было но в русском переводе оно звучит так жестоко сердце человече завист ли в человечий взгляд людское тело как увечья со страхом прячется в наряд людской наряд железо кованное людское тело топ косморадное людские взгляды печь холодная людское сердце глотка жадное нелестно но вся соль в заголовке а заголовок заголовок такой божественное подобие либо как сказано сотворил Господь Атаму по образу своего неподобия и Блейк это цитил причем я подчеркиваю это стихотворение пишет глубоко верующий человек верующий мистический настрой но вместе с тем он дитя 18 века и он гуляет сам по себе он мыслит по-своему и меньше всего он вообще причастен к цирке так что тот его единомышленник и ученик фанатик который уничтожал его строки он знал что он делал потому что это бомбы это человек который мыслит совершенно самостоятельно и независимо ни от чего совершенно независимый ум мне даже хочется употребить исторское выражение которое совершенно непереводимо одно слово изымытное самодумец это можно перевести у него есть книга которая называется брак неба и ада эта книга не стихов это книга размышлений афоризмов его отношение к церкви некоторые афоризмы характеризуют его отношение к церкви тюрьмы выстроены из камней закона бордели из кирпичей подобно гусенице которая для кладки яиц выбирает прекраснейшие листья священники накладывают проклятие на прекраснейшие радости за этим стоит определенная идея Блейка которая находится в полном противоречии с христианской идеей аскезы то есть отказа от земных радостей Блейк не принимал принципиально не принимал одно из обоснований одно из основных краевольных камней вообще христианской мысли христианской жизни христианского поведения а именно раздвоение души и тела вот эта двойственность дух душевная духовная жизнь и плотская причем плотская идет от дьявола в конечном счете она презренно преступна и наша задача заключается в том чтобы как можно больше ее подавить или избавиться от плоти в этом смысле смерть является как бы торжеством духа его освобождается от своей телесной тюрьмы вот вот эта идея как ни странно была блэйку отвратительной не только блэйку вы совершенно правы вот тут есть целый ну целый лабиринт идей которые можно обсуждать но мы должны будем вернуться к искусству поэтому я просто хочу сказать что для блэйка человек человеческая личность это некое единое органическое целое которое не распадается на две враждующие между собой часть уже в этом смысле он безусловно еретик вот все это он выливает в своих видениях в своих картинах особенно картинах на религиозные сюжеты но не только религиозные разные сюжеты и разные библейские места привлекают его внимание как художник так если предыдущая картина была безусловно картиной философской была размышлением в красках о том что вы представляете себе мироздание то здесь это просто иллюстрация но она характеризует я хочу чтобы ваш класс немножко свыкся со стилистикой блэйка это Давид и Голиан вот страшный великан Филистин Давид Голиан простите его оруженосец нормальный человек маленький здесь иудейское войско и светлым пятном простой вертикарию мальчик пастух идеализированный в духе блэйка же мы увидим такие лица в его и других картинах которые противостоят этому чудовищу воля и бесстрашие против грубой силы но это чистая иллюстрация повествователь а блэйк чаще склонялся к таким символическим и концептуальным картинам так скажем в его цикле посвященном той же теме союза и противопоставления рая и ада он создает такой образ сатаны совершенно неожиданно очень и и к размаху во весь лист моментальная фигура с крыльями ну если говорить о безтоках этого образа то по-видимому он посадит к библейскому месту которое есть в книге пророка языки или боюсь что никто не помнит что там языки но это вообще в книгах пророков это очень важное место потому что языки это пророк чьи чья жизнь пророческая деятельность датируется шестым веком до нашей эры и это век вавилонского плена и видение которое описывает языки это видение которое ему были даны вавилоне во время вавилонского пленения и они еще замечательны тем что это одно из редчайших немногих в библии описание того как смертный человек видит Бог это видение это действительно видение там появляются серафимы херувимы там появляется знаменитая колесница на которой едет само божество все это описано очень ярко страстно можно сказать с значительной долей восточного воображения и в общем можно понять откуда эти образы родились у библейского пророка они навеяны вавилонским искусством когда в 19 веке стали раскапывать Азию то оказалось что вот там просто этот зрительный материал который очевидно вдохновлял языки или на описание его небесных видений мы еще вернемся и я покажу еще одну картину Блейка посвященную прямо видению языки но вообще скажем вот эти многокрылые эти многокрылые образы многокрылые серафимы которые описывают языки они конечно дают пищу для воображения Блейка в том числе колеса гигантские колеса колесницы полка с глазами он написан что в этих колесах на нас смотрят огромные глаза и вот эти вот отверстия это то что Блейк хочет представить интерпретировать в качестве языки левых глаз это небесные существа которые влекут истерегут колесницу Бога и наконец он сам вверху как я его описал языки это все космические видения которые близки Блейку которые находят для воплощения их неожиданные и в то же время адекватные средства следующая сцена повержения падших ангелов которые извергаются с неба и падают в переспотнюю что они осуждены Богом апокалиптический сюжет это откровение святого Иоанна последняя книга нового завета как вы помните Иоанн ученик Христа евангелист автор как читается четвертого Евангелия Евангелия Иоанна описывает здесь видение которое было ему на острове Патмосе небо разверзлось и ему предстали последние дни мира в частности среди этого потока видений которые описывают Иоанн четыре апокалиптических всадника вообще сцены апокалипсиса это сцены наказания сцены вести сцены последней стычки добра и зла вот и четыре апокалиптических всадника это четыре гневных мстителя в общем за грехи человечества конечно самое значимое изображение этих четырех апокалиптических всадников мы находим в апокалипсисе Дюрера в гравюрах на дереве Дюрера который он конечно знал но он не следует за Дюрером и создает свой вариант одного из четырех всадников на бледном коне на белом коне который размахивая мечом учиться чтобы осуществить месть причитающийся грешному человечеству как вы думаете какого размера эти картины которые будут в чем они выполнены это масло нет небольшие это как правило гуаши акварели и они небольшие но кажутся огромными мы можем эти картины просто перенести на стены и они будут выглядеть как монументальные росписи они выдерживают любое увеличение это очень интересное свойство картин Блейка он не имел возможности он не работал маслом практически он не имел возможности сделать большие холсты он делал сравнительно небольшие рисунки это рисунки акварелис гуашиус но тем не менее мощный язык лаконичные очертания лаконичные поверхности и самая композиция заставляет нас чувствовать их как монументальные произведения готовые для того чтобы украшать стены какого-то специального здания это еще одно существо из апокалипсиса дракон и остается только поразиться тому богатство воображения которое позволяет Блейку сделать из человеческих птичьих и растительных форм вот такое вот совершенно удивительное чудовище которое смотрит и назад и вперед так развертывая свои чудовищные крылья которые покрывают почти всю поверхность холста ой листа простите в данном случае но не все же эти картины космической судеб человечества земли всего бытия он платил дань другим сюжетам в частности античным и это скажем суд Париса известный межологический сюжет вот явно Канаду Парис должен дать прекраснейший хорошо видно мне кажется немножко разлуто теперь мы можем на минуту отвлечься от грандиозных событий грандиозных видений которые у нас потрясал только что с тем чтобы обратить внимание на то как он рисует конечно он прошел классическую школу и в этой классической школе он конечно хорошо овладел прежде всего искусством линии что какую бы вещь мы не взяли у него всегда линия и контур играют чрезвычайно важную выразительную роль ну а здесь это прекрасно видно поскольку речь идет о том чтобы представить всю полноту человеческой чувственной красоты и вместе с тем придать ей идеальный облик мифа поэтому охватывающие мягкие текучие плавные линии очерчивающие фигуры и женские и мужские и даже фрагменты пейзажа и вот эти растения неопределенные пороги которые составляют фон вытянутый вот это плетящая фигура гермеса все это очень типично для стилистики Блейка если до сих пор я не обращал специальное внимание это пора и именно эти особенности вот эти типично плейкостные фигуры составляют как бы его сигнатуру которую невозможно не узнать это поздние работы о которых я уже упоминал это иллюстрации дан часть осталась в рисунках цветных рисунках часть он успел даже нарезать готовя гравюру здесь удивительное воображение Блейка торжествует еще один раз особенно в цветных картинах вроде этой, скажем действительно в этих завихрениях в этих чудовищных фигурах в частности вот этого демона изображенную колесницу игра воображения Блейка окажется почти адекватной воображению самого великого автора божественной комедии можно представить себе Дантовский ад Дантовское частинище Дантовский рай в образах, которые предложил меня вглубь вот еще например, вот этот вихрь из человеческих тел это описанные Дантовы любители чувствами наслаждения все следи с мотивом заворачиваются и уносятся он очень внимательно, кстати, читал Дантов ну и в заключение я хочу показать еще одну картину посвященную сотворению мира она нам интересна и сама по себе как тот же творец свет, хитение творец среди облаков и молний сопутствующих его творческому усилию вдруг неожиданно измеряет пустоту еще не готовую пустоту измеряет циркул для того, чтобы запомнить его будущим творением эта идея напоминает еще раз о том как внимательно Блейк смотрел на старинные средневековые изображения и книги когда он был в Весницерском аббатстве еще учеником а может быть и позже потому что идея Господа Творца с циркулем эта идея неоднократно повторяется в средневековых особенно готических миниатюрах в религиозных книгах средневеков западноевропейства вот одна из них вот здесь снова тот же Блейк а здесь изображение Творца из старинной рукописи с зарождающимся еще в творении и мироздании который измеряется все тем же цирковью проверяется на гармонию так переваривается и трансформируется старые идеи в творчестве мастер среди поздних работ Блейка есть и эта совершенно удивительная картина как бы вы ее назвали нет это совершенно не сатана и вообще этот образ не имеет отношения ни к аду ни к раю ни к сотворению мира ну Квазимона это быть не может потому что вряд ли он читал собор парижская парижская богоматерь гюгоин еще не написала но и кубер двадцать седьмом год поэтому Квазимона это быть не может но в общем я не буду вас мучить потому что ни за что не угадаете мало того что это образ фантастический он еще и чрезвычайно парадоксал потому что это блошиный дух дух блохи естественно для нас блоха ассоциируется вот с этим ничтожеством который летится в постели но Блейк берет из этого сюжета самое главное питье крови и вот это оберзительное мощное по словам моментальное мощное оберзительное существо с высунутым жалом изо рта держит горшок с кровью так что образ блохи совершенно неожиданно приобретает какое-то космическое измерение как вообще дух кровожадности дух кровопийцы и образ который это воплощает становится из миниатюрного каким мы ожидаем его увидеть в общем угрожающим страшным и обобщенным и кроме того конечно совершенно замечательно что это можно выдумать что такое образ можно придумать как его сделал плей и представить в таком виде с какими-то падающими звездами с тяжелыми занавесами которые образуют рану и наконец самой золотистой золотистой фактуры всего вот этим свечением которые придают ему совершенно неожиданный характер вот так он фантазировал в самых разных направлениях в том числе вот создав такой образ который неожиданно перекликается наверное больше всего с некоторыми фантастическими образами гофмана своего рода визуальная гофманиада которая возникает на совершенно другой почве у другого автора но перебрасывает мосты перебрасывает мосты к совершенно другому романтизму что вот у него правая рука хвостик да это посмертная маска портрет сделан из посмертной маски блейка к сожалению у меня нет его портрета нет слайд его портрета красивый мужчина с высоким льдом с ноги тут он высел постепенно носил с яркими с красивыми волосами кудрями ярко-рыжими как я уже упоминал он нет он не был таким уж молодым потому что он родился в 1755 году ну молодость понятие относительное конечно но при продолжительности жизни которая в 18 начале 19 века была средней ему было 72 года должно быть а кажется что 50 кажется что 50 с чем-то но тут трудно сказать потому что снимается посмертная маска с посмертной маской делается пусть голова ажи тут происходит известная трансформация но вообще это был красивый человек с крупными глазами действительно вдохновенным взором человек необычайно сложный и необычайно напряженный духовный жизнь и вот такой вот одинокий другие английские романтики выглядят прямо скажем иначе и в остальном английский романтизм выражил себя если не считать блэйка выразил себя снова таки в пейзажной жизни подобно тому как в Германии как бы символом романтической живописи стал в конце концов Каспарда Фридрих так английская романтическая живопись стала особенно славной благодаря двум великим пейзажистам это Тернер и Констелло почти практически со временем и сегодня который частности мы можем еще немножко поговорить четверти срок будет всего терна не покажу но несколько слов в отличие от блэйка но это вообще совершенно другое калинко мы имеем дело с совершенно другой индивидуальности с другой судьбой зажгите пожалуйста тернер прожил достаточно счастливую жизнь во первых все было очень прилично хотя время от времени говорили критики и даже коллеги о том что тернер спятил сошел с ума даже Констелло однажды сказал увидев какую-то картину тернера ну теперь тернер уж совсем сошел с ума для нас сегодня это сумасшествие не представляет собой ничего странного но взгляд изнутри эпохи взгляд из другой эпохи это совершенно разные вот он тоже родился в семье тоже мы называем средним классом мелкой буржуазии папа был парикмарин и еще подрабатывал тем что парики делал и продавал тоже нужная вещь опять совершенно банальная история заключается в том что мальчик Джон хотел рисовать и рисовал настолько хорошо что папа вывешивал прямо в парикмахерской его акварельки и затем он достаточно быстро попал в академию где и учился я забыл упомянуть между прочим что Блейк тоже некоторое время учился в академии года два совершенно и там будучи юридиком совершенно не принимал академические идеи и особенно его раздражал президент академии великий Рейнольдс с его идеями с его годичными речами и так далее совершенно он не принимал этого полная дезинкразия по отношению к шефу английской академии вот а у Тернера ну о чем говорить все блестяще в 15 лет его акварель уже выставляют на академической мысли и дальше он успешно учится в этом учебном заведении и причем многие несколько лет он работает только в технике акварели очень оточенный превосходно делает реалистические пейзажи пока он не становится на ноги и не начинает понимать чего он хочет он очень много путешествует он объехал Европу особенно Италию которую много писал его картины хорошо продаются несмотря на то что его приемы его методы его живописные идеи постепенно становятся все более и более необычными и непривычными для его времени и его окружения тем не менее когда я говорю что судьба Тернера благополучна да он был богат даже очень богат его картины покупались и в этом смысле внешняя судьба этого мастера сложилась вполне счастливо некоторые его картины когда он пытался быть историческим живописцем оказывались в общем впоследствии на периферии общественного интереса а главное то что он выразил он выразил пейзаж все что он сделал что изобрел это все главное в пейзаж для пейзажиста Тернера были в прошлом совершенно определенные ориентиры которые дали первоначальный толчок его исканиям и которые отразились в некоторых его картинах не только ранних но даже в картинах разных периодов отразились достаточно в дня в частности это этот образец который его воодушевляет это был французский пейзажист живший большую часть жизни в Риме мы когда-то с ним знакомились это Клод Лорен Клод Лорен современник Пуссена классицист если классифицировать то классицист в пейзажной живописи писавший фантастические достаточно пейзажи с мифологическими такими сюжетами с мифологическим стафажем и придававший особое значение эффектам освещения и атмосферы что для 17 века тоже было не вполне обычно очевидно что очень важные импульсы Тернер получил все-таки от Клода Лорена и поэтому мы можем сейчас проделать даже небольшой эксперимент я вставил в кассету в перемешку картины Лорена и Тернера некоторыми а вам предоставляется полная свобода опознать где кто включите пожалуйста ну вот скажем так номер один мы к ней вернемся потом мы просто давайте посмотрим этот ряд номер 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 три номер 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 ну вот тут написано ничего ничего ну вот это уже из-за вернемся к этому я этот но вот этот прием с уходящий в глубину перспективы со светом из глубины совершенно отчетливым со светом из глубины это лореновские приемы непонятно но тут лорен написано я не играю но это чрезвычайно характерная лореновская картина излюбленный сюжет лорена гавани какие-то дворцы строения скажем вот здесь вот эта колоннада башни с другой стороны которые образуют как бы кулисы переднего плана и среднего плана за которыми открывается дарь благодаря этим кулисам и особенно острое чувство и как уходит в глубину как устремляется в глубину пространство на первом плане тоже для начала отсчета обычно небольшая группа стафаж с каким-то едва заметным сюжетом ну вот этот лореновский и главный интерес живописца собственно живописный заключается и в этом рассказе и не в этих архитектурных элементах а именно в передаче воды атмосферы игры света в небе влажной атмосфере вот этот перенимает терна в качестве в завязки живописный это терна тогда я говорю что лореновский мотивы проходят его творчество в разные годы я сейчас специально перемешиваю это картина довольно позднее вот но тем не менее вот этот свет из глубины эффект освещения из глубины который придает всему особую пространственную остроту и позволяет разыграть вот эту вот симфонию света на небе на облаках и на воде плюс мотивы первого плана это вообще картина на античный сюжет исторический античный сюжет называется она Репулус связана она с историческими событиями об одном римляне который попал в плен карфагенянам это карфаген вот карфаген воюет с Римом и карфаген использует Рекула для того чтобы он побудил римлян к миру и отправляет его в Рим всем чтобы он побудил римлян к миру и вернулся и Рекула отправляется в Рим но он римляне это еще один случай когда безупречные республиканские достоинства и принципы побеждают все остальные человеческие интересы он приезжает в Рим для того чтобы сказать римлянам прямо противоположное тому с чем его послан а потом честно возвращается в карфаген карфаген знает что его убил вот это его честное возвращение в карфаген вот корабль выходит отсюда и за рамой с тем чтобы пристать к пристани тут он будет схвачен его уже ждут все известно но вообще-то это картина вовсе не о Рекуле а о свете об атмосфере о том как дальние формы растворяются в этом световом потоке мы еще поговорим о репрессионистах в связи с Тернером но это опять Лорре даже композиция смотрите справа дворцы они там громоздились у него слева суда только что интенсивность освещения из глубины не столь сильна и вообще манера живописная манера несколько ну вот и это столько в истоках творчество Тернера а в остальном это сам Тернер который развертывает свою философию природы свою философию живописи для начала девятнадцатого века совершенно необычного ну вот я думаю что мы уже о них поговорим в следующий раз потому что не стоит начинать но я покажу просто ну еще вот эту пару разные куски Европы попадаются нам в картинах Тернера иногда правда их будет уже невозможно отличить на это будет особый сюжет а здесь ну вот Кэль прибытие в Кэль корабль бакетборд прибывает в Кэльскую гавлю надо сказать что сюжет прибытия в Кэль по реке что-то напоминает и когда я смотрю на эту картину то невольно то невольно мне на память приходит другое прибытие в Кэль которое стоит вспомнить для того чтобы представить себе насколько изменились способы письма и насколько актуально в Кэльхе пишет все иначе чем один другой художник скажем так это тоже прибытие в Кэль но только написанное в пятнадцатом веке это великий венецианский художник Карпатчо и картина эта представляет собой одну из один из кадров хочется сказать серий описывающий жизнь Святой Русулы вы можете увидеть всю эту историю Святой Русулы в Венеции в академии весь ряд этих картин ну и история Святой Русулы в частности требует продемонстрировать как папский корабль вместе с Святой Русулы и ее женихом вот как они все прибывают в Кэль очень интересно это один и тот же Кэль конечно строение другие архитектура другая тем более Карпатчо никогда ни в каком Кэль не было это все на фантазию я все на выдумку есть Кэль конечно никакой не Кэль но это никого тогда не волновало тем более что и Святая Русула пребывала в Кэль за тысячу лет как он писал эту картину вот но мы сравниваем не констального живопись живопись у Карпатчо обратите внимание у Карпатчо все чрезвычайно четко вылеплено почти геометрические формы которые читаются где бы они ни были далеко или близко с одинаковой разрешающей способностью с одинаковой четкостью это все удивительно четкая твердая пластика начиная с фигур неважно первого плана или третьего плана или вот этих архитектурных мотивов которые составляют фантастический город начиная с вороны которая видна в контур-ажуре и кончая мостиком который вон там где-то это все пластически чрезвычайно четко выражено мы как через ногу рассматриваем каждую линию так мыслит и вообще ренессансный художник делая это все визуально осязаемо а что делает Кернер а Тернер ну тут уже настоящий Кернер совершенно не важно у нас тут тоже справа архитектура слева прибывающий корабль человеческие фигуры но для него самое главное это то что происходит в освещенной атмосфере и игра света на воде и способ вообще жизни зрительной жизни воды а также воздуха облаков которые играют хотя их тут совсем немного они играют очень важную роль потому что на них играет свет где-то высвечивая а где-то расставляют темные причем написанные они совершенно иначе свободные быстрые легкие мостами надо только знать где их поставить это совершенно другой способ вообще видеть и передавать увидим там пластический здесь безусловно живописно и именно в этом направлении в развертывании живописности движется в дальнейшем все искусство джона давайте мы главные картины посмотрим в следующий раз поскольку комкать мне не хочется если есть какие-нибудь вопросы все молчат спасибо это не вопрос это воскресенье нет да окей спасибо приходите через две недели и мы разберемся с этим спасибо спасибо